Микс Ньюс. Блондинки не шутят. На Радио Болтком. По пятницам после шести вечера. Тема программы Патриотизм. Ну вот и пятница, и вот мы снова в студии Радио Болтком. Елена Лукьянова и Кюля Пискани. Сегодня у нас тема достаточно сложная для нас, для всех, и мы очень хотим в ней разобраться. Патриотизм – это значит восхвалять или критиковать свою родину, государство. Что такое патриотизм? Нам нужно тоже в этом разобраться. Я думаю, что мы с одного раза не разберемся, но мы хотя бы начнем. Но мы хотя бы начнем. Начнем мы сегодня с Маратом Гельманом. Он с нами по скайпу. Марат, привет. Думаю, не стоит тебя даже представлять. Очень долго известный галерист. С нами в студии Арнольд Бабрис, предприниматель, бывший начальник экономического отдела Бюро по защите Сатверсмы. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, самое расхожее понимание патриотизма – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины. Естественно, сразу же обычно, когда вспоминают патриотизм и приводят в пример «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», как поднимается народ и с голыми руками идет на фашистские танки. Но сейчас мы все-таки живем в условно мирное время. Что такое сегодня патриотизм? У нас зачастую этим словом уже ругаются. И мне кажется, это неправильно. Нужно вернуть это правильное слово себе. Есть еще один аспект, который касается нас с тобой, Марата, нас с тобой, которые живут здесь в Латвии, Марата, который живет в Черногории. И очень многие здесь, по крайней мере в Латвии, считают нас предателями Родины, считают нас непатриотами России. И когда сегодня огромное количество людей вышли на улицы Москвы, вот их считают патриотами, а мы себе где-то там отсиживаемся и непатриотичны. Я думаю, что это первый вопрос к Марату. Вот мы независимо от места нашего нахождения. Как ты считаешь? Можем ли позволить себе Родину любить? Ну да, и как? И в чем это заключается для нас с тобой Родину любить? Ну ты знаешь, ну вот я прилетел, чтобы завтра поучаствовать в митинге на Сахарова, потому что мне кажется, завтра очень важно, чтобы прилетело много людей было, и те, кто обычно ходят на митинги, и те, кто не ходят. Вот, потому что в стране происходит ужасно. И я человек, который не считает себя патриотом, и, ну вот в этой ситуации конкретной, драматичной, ну вот взял и прилетел. Потому что я считаю, что сейчас власть просто на глазах у всех переходит в руки полицейской армии, ну такой, хунты. Вот, так что, да, наверное, даже легче любить Родину издали. То есть издали ты, во-первых, видишь больше, как бы, плюсов. Вот, ты скучаешь по друзьям. Вот, ну, в целом, конечно же, я считаю, что патриотизм обязательно нужен военным. Вы не зря в самом начале там говорите про, как бы, необходимость отдать. Как человеку убедить, что он должен пожертвовать собственной жизнью, да? Значит, соответственно, для нас, для интеллигенции, патриотизм, это и означает критиковать. То есть, в принципе, я считаю, вообще наша функция – это критиковать себя, окружение, свою Родину. Ну, и интеллигент, интеллектуал, любит, значит, думает о ней. А раз думает, значит, критикует. Вот, поэтому, ну вот я считаю, да, в этом смысле мы постоянно ее критикуем, значит, мы ее любим. А для чего критиковать? Ну, это известное дело. Вообще, лучше всего, вот, капиталистическое буржуазное общество показало, как оно меняется в лучшую сторону, позволит себя критиковать. Ведь, вот, посмотри, ну, там, конец 19-го, начало 20-го века, когда социалистические идеи стали, ну, привлекательные для многих людей, да, то есть коммунистические партии. Вот, и сегодняшний момент, значит, сегодня надо сказать, что очень многие социалистические идеи, принятые вот этим капитализмом, то есть критика воспринята, и общество изменилось под воздействием этой критики. То есть, фактически, это, как бы, критика, это диагноз, дает возможность более точный диагноз поставить, а значит, делать какие-то шаги вперед. А вот скажи, пожалуйста, Марат, а как ты считаешь, может ли критиковать, ну, состояние дела в какой-то отдельно взятой стране иностранец? Не своя интеллигенция, а чужой интеллигентный человек. Почему я это говорю? Потому что на днях, Марат, у нас на днях была очень большая дискуссия здесь на радио Болтком со слушателями, когда министр иностранных дел Латвии Ренкевич написал в Фейсбуке свое мнение о том, что Россия делает с митингующими, да. И бурная была дискуссия, и вставал вопрос о том, имеет ли право вот так вот выражать свое мнение не просто даже иностранец, а еще иностранный дипломат. Ну, ты знаешь, я считаю, что ответ – да. Другой вопрос, что мы всегда помним не только, что говорится, но и кто говорит, да. И понятно, что мы можем говорить гораздо резче о своей родине, чем это могут говорить люди извне. Ну, вот я сейчас это чувствую по ситуации с Украиной. Ну, там, у меня есть какое-то мое представление о том, что сейчас там происходит, о нынешней власти, о прошлой власти. Ну, я вот, ну, как бы формулирую это достаточно в каких-то корректных формах, потому что это, во-первых, это не просто другая страна, но это страна еще, которая, там, слома говоря, страдает от агрессии, направленной от моей страны, да. Ну, и очень часто мои друзья, живущие в Украине, даже упрекают меня, что я, как бы, облекаю свою критику в такую мягкую форму. То есть, это все нюансы, то есть, вообще, общество, которое воспринимает критику, это здоровое общество. И откуда бы оно ни шло, вот. Ну, да, наверное, было бы, было бы лучше, если бы, условно говоря, голос извне был не так громко слышен, как голос внутри. И, собственно говоря, проблема, ну, для таких стран, как Россия, как Китай, она заключается в том, что внутренний голос критический очень сильно подавили. И на фоне этого, действительно, голос из-за рубежа слышен. Вот. Так что, я бы так сказал, что проблема не в том, что ругают нашу власть из-за, как бы, не граждане, а проблема в том, что гражданам, которые критично относятся, им просто заткнули рот. Хорошо, Марат, но вот в России есть закон, норма уголовного кодекса уже об ответственности за критику власти. В Латвии есть тоже ответственность за нелояльность. Что это такое? Как ты считаешь, это направлено на развитие патриотизма или это против патриотизма? Ну, я вот, например, если говорить о законе о лояльности, то, наверное, это для трёх категорий, я бы сказал, это важно. То есть, это важно для детей. То есть, дети изучают свою страну и, собственно говоря, они в каком-то смысле изучают себя. Они, кому они принадлежат, какая у нас история, кто мы, да? Вот это очень важный такой момент самосознания. Второе, это вот, как я уже говорил, это солдаты, то есть, воины, то есть, те, кто выбрал для себя патриотизм профессий. То есть, фактически, да, мы, значит, не просто лояльно, мы присягу даже принимаем, потому что мы служим, мы готовы даже не думая выполнять приказы. Вот. И третье, это вот мы, это лояльность приезжих. Вот, моя в Черногории, ваша, значит, там, в Риге. То есть, это, когда ты приезжаешь из другой страны, и, значит, вот для этих трех категорий, наверное, вот эта лояльность, ну, имеет значение. Вот. И вообще, надо сказать, что лояльность, это не означает патриотизм. Это означает принятие образа жизни, как своего, да? То есть, я могу быть гражданином и другой страны, могу быть патриотом другой страны, но сохранять лояльность этой стране. То есть, вот такая нюанс. Что касается наших законов, ну, вообще, наше законодательство, ну, как мне кажется, оно относится к людям, как к хулиганам. И, в принципе, нам просто буквально хотят что-то запрещать. Запрещать ругать президента. То есть, это, в принципе, желание бюрократии поставить знак равенства между страной и властью. И оно, собственно говоря, российская бюрократия, она давно уже пытается нам это объяснить, что власть, Кремль равно России. А мы ей давно пытаемся объяснить, что мы так не считаем. Что мы можем приврительно относиться к власти и одновременно, значит, любить страну, любить ее обычаи, ее культуру. Вот. Поэтому это, как бы, такая, ну, это тот случай, который, когда законы не имеют никакого отношения, с моей точки зрения, ну, к праву. То есть, вот, это законы, которые воспринимают меня, как хулигана, которому надо запретить, там, ругаться матом, значит, называть президента, значит, сказочным, бла-бла-бла, вот, и так далее, и так далее. Хорошо. А давайте все-таки привлечем местного патриота своей страны или земли. Арнольдс, для вас патриотизм – это что? Ну, как? Я люблю эту территорию, Латвию. Я люблю тех людей, которые здесь живут. Да, я патриот, но в моем понимании патриотизм – это, ну, как сказать, идти регулярно голосовать, заботиться о ближних, растить детей. Выполнять четко свою работу хорошо, приносить пользу обществу, да. Если мы говорим про критику, критика, да, я критикую. Я очень жестко критикую наше правительство. Есть, когда я ругаю, да, у меня даже было высказывание, где я призывал заклеить рот господину Ренкевичу, кстати, да. Но вопрос в том, что, когда ты критикуешь, у тебя должно быть четкое видение, для чего ты это делаешь, с какой целью. Есть люди, которые критикуют… Просто так. Просто так. Ах, у нас все плохо. Как у нас все плохо, да. Но если ты можешь объяснить, что, почему и что надо сделать, чтобы устранить, то есть твой вектор для того, чтобы что-то улучшить, тогда это конструктивная критика. Если это критика конкретная, да, такая нагнетание отрицательных эмоций, там, там, еще что-то, да. Раскол какой-нибудь. Да, раскол общества, да, вот раскол… Ну, то есть, все, что идет с вектором отрицательным, да, это уже плохая критика. Поэтому на любую вещь, да, на тот же самый патриотизм тоже надо смотреть. С какой целью человек считает себя патриотом, да, и что он в это вкладывает. У нас есть такие патриоты, которые нацепляют красно-белую красную ленточку, да, то есть, как бы регулярно маршируют, показывают, да, и говорят, я патриот. А в то же самое время я им задаю вопрос, а голосовать ты ходил? Нет, ты что, зачем, да. А у 9 мая у вас другие патриоты, другие выходят с колорадской ленточкой, да. У японцев, по-моему, тоже были названия странные патриоты, да, тем, которым надо покричать, что он патриот, но если посмотреть по его действиям, да, по его ходу мысли, они абсолютно не патриоты, да. То есть, вы хотите сказать, что патриотизм – это ответственность. Критикуешь, вставай и иди, поднимай задницу с дивана и иди, делай что-то, контролируй государство, иди на выборы, неся ответственность за свою критику, проявляй инициативу, верно? Верно, и, кстати, по этому поводу есть такой даже термин, да, диванные герои, которые готовы критиковать, но ничего не готовы сделать. И вторая вещь, которую надо понимать именно с точки зрения патриотизма, да, если мы берём, откуда вообще берётся понятие патриотизм? Привязанность. То есть, на уровне подсознания это привязанность к территории, привязанность к конкретному обществу людей, да, поскольку человек, животное стадное, да, то есть, как бы принадлежен к конкретному стаду. Есть хорошее проявление, я люблю это стадо, я люблю эту территорию, я заботюсь, чтобы им было хорошо, всему стаду, да, или я должен показать принадлежность, нацепить ярлычок, покричать, пошуметь и показывать всем, какой я патриот и какой я герой. Если мы затрагиваем тему военного патриотизма, вот здесь патриотизм, конечно, используется для тех, кто находится во главе государства. То есть, они пытаются прививать патриотизм, что ты должен любить Родину в моём лице, в моём, да, то есть, очень часто. И если мы смотрим, ну, как бы, те, которые реально проходили войну, да, то есть, они говорят, патриотизм был только на марш, когда ты сидишь в окопе, да, или когда идёт стрельба, ты думаешь об обычном выживании, да, то есть, есть агрессия, есть злоба, есть задача. Это потом только человек начинает. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Именно так. Поэтому, если мы смотрим, те, кто у власти, стараются прививать, что это героизм, это, хотя, на самом деле, до первого выстрела. Умри за Родину, то есть, за меня. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, тема нашей сегодняшней патриотизм – это критиковать или восхвалять. Давайте послушаем дозвонившегося. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не понимаю. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, патриотизм – понятие очень такое, как это сказать, широкое. Вот, например, русская эмиграция. После эволюции они уехали. Но они не признавали советскую Россию, но они были русскими патриотами. Они сохраняли язык, культуру. И когда началась Отечественная война, очень многие из них пошли воевать против нацистской Германии. Вот это, я считаю, уже тоже истинный патриотизм, настоящий, ни книжный, ничего. Спасибо. Спасибо большое. Ну, смотрите, психологи выяснили, что максимальное чувство патриотизма присутствует у человека в возрасте, развивается от 8 до 18 лет. То есть это время он еще не обременен с семьей, ответственностью, кредитами, взрослыми проблемами, как добыть денег и так далее. И поэтому всю свою любовь, честолюбие и еще не растерянную, так скажем, страсть до 18 лет посылает именно на любовь к стране. В России, например, сейчас очень серьезно озаботились, власти, я имею в виду, озаботились проблемы патриотизма среди младшего школьного возраста. Издаются какие-то дичайшие совершенно методички, ходят какие-то дичайшие методологи по школам. Как институцию в стихах написали. В институцию в стихах написали. Примерно вот это вот «возьми ружье, иди умри». Подожди, но ведь вот смотри, на прошлой неделе прошла информация, что российское государство вкладывает 8 миллионов рублей, это порядка 100 тысяч евро, чуть-чуть, в развитие патриотизма на территории стран Балтии. И причем это будут какие-то конкурсы детского рисунка, еще что-то там, какие-то хоры. Я, собственно, как раз у Арнельса и хотела это спросить. Вы что-то знаете об этом? Это патриотизм, слышали об этом? Здесь работают с детскими неокрепшими умами в этом смысле? Поддерживаются экскурсии русскоязычных школ в Россию. Это другая история. Это другая. Но вы знаете, все, что навязывается, классика, все, что навязывается, оно имеет отторжение, оно не имеет положительного результата. Я думаю, что эта программа не даст эффекта. Потому что, видите, правильно сказали, меняются поколения, дети совсем другие. Они сидят в компьютерах, они сидят в интернете. В интернет-среде они уже как бы не воспринимают родину в классическом понимании. И, в принципе, тогда надо задать вопрос, что начинается родина? Родина начинается с семьи, потом с улицы, потом с города, потом со страны вместе. С ближайших товарищей, с ближайших людей, с ближайшего окружения. И неправильно говорить так, что родина начинается там. То есть, в Латвии нет уроков патриотизма в школе? Нет, нам тоже их пытаются, но я считаю, что они не достигнут того результата. Почему? Потому что наши политики, я позволяю себе критиковать наших политиков, да, то есть, доверие к нашим политикам очень низкое. То есть, где-то, боюсь соврать, но где-то там 20% только считают, что нормально. То есть, большинство считает, что они не доверяют. А можно Марата спросить? Марат, у тебя трое детей, которые... По-моему, один только родился. Всего шесть, но трое. Ну да, трое маленьких. Вот ты в них воспитываешь патриотизм? Нет, знаешь, я... Вообще, я считаю, что, может быть, рановато. Ну, то есть, осознанно, действительно, у них сформируется какой-то круг привязанности. Во-вторых, я все-таки, еще раз говорю, я не уверен, что если я не военный, то мне так уж обязательно нужно быть патриотом. Я в свое время делал выставку, она называлась «Россия-2». Она была, ну, как бы против системы ценностей в целом, когда, например, государственная важнее, чем личная. И я, как бы, говорил там, что вот мне, например, если ставится передо мной выбор, да, значит, родина или друг. Я выбираю друга. Вот, если, условно говоря, вот у вас передача называется там «Блондинки не шутишь», да? Тебе говорят там «Ты женщина или журналист?» Вот выбери. Многие же выберут женщину, а не журналисты, да? То есть, в некоторых ситуациях я считаю, что надо идти за какой-то такой естественной, общечеловеческой вещью. Да, там, я не говорю сейчас там о космополитизме, как вообще в Ассоции. А я говорю, в принципе, о том, что я вот, например, сейчас анализирую свои чувства к России и понимаю, что у меня есть записная книжка. В этой записной книжке две тысячи друзей. И для меня это очень важно. И большинство из них живет в России. Значит, у меня есть язык, на котором я говорю, ну, культура, условно говоря, да? Ну, и вот это меня держит. А вот там территория, меня вообще никак не волнует. Марат, ну, ты... Да, да. Зафиксируйся, пожалуйста. У нас разрывается также еще и телефон, но нам придется прерваться буквально на пару минут. Не переключайтесь. Ну что ж, продолжаем про патриотизм. Восхвалять его нужно или критиковать. С нами вместе сегодня Амарат Гельман, галерист Аднац Бабрис, предприниматель. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот я сравнительно недавно встречился. Ну, интересная тема. Слушаю передачу вашу. Мне, в принципе, вот все, что Армин говорит, я на самом деле очень поддерживал, потому что очень мысли мои такие же примерно, да, что касается Лапи. Единственная вот, ну, скажем, соучастница беседы, женщина, которая очень, в кавычках, лестно отозвалась о георгиевской ленточке. Вот мне интересно, почему вот такое отношение? Я не знаю, вы из Латвии или из России. Если из России, то вопрос, в чем неуважение, потому что все-таки я считаю, что георгиевская лента имеет очень глубокую историю. Ну, если из Латвии, то, наверное, это просто неприлично оскорблять какие-то ценности российского народа, наверное, да? Из России. Из России. Поэтому для меня это победа беседы, но сейчас мы точно не об этом. Да, сейчас, если честно, не хотелось бы скатываться. Мы очень долго можем говорить, почему изваляли и опошлили георгиевскую ленточку, которую, в принципе, таскают где угодно, вплоть до шнурков. Быстренько еще один примем звонок, и дальше пойдем уже беседовать. Алло, здравствуйте, говорите. Алло. Да, слушаем вас. День добрый. Я бы хотел, естественно, Марата спросить, если он в эфире, то есть я очень умничка. И мне кажется, лишь потому, что, наверное, у него текут царская кровь. У меня очень близкие люди, царские люди. Поэтому я начинаю немножко мыслить не как русский, не как... Беда в другом. Вы знаете, я только больше трех месяцев жил в Украине. Страшно. Вы понимаете? Страшно. То есть сто лет руководство на сто лет минимум рассорило украинский, русский народ. Ненависть, сказали, будет, ну, вековая. То же самое, то же самое, вот эти все ленточки, то же самое и в Латвии. Вы понимаете, что какой может быть патриотизм, если сам носитель этого патриотизма, ну, образно говоря, бандит, который забирает, который воюет, через снайперский прицел стреляет, так называемых, так называемых братьев своих, то есть, ну, это страшно. То есть я встречался с людьми, которые непосредственно на передовой воюют, ну, рассказывают, ну, хроника, и мне незачем. Ну, страшные вещи. То есть снайперские винтовки, ну, как называется, исследуют, проверяют, обстреливают снайперские винтовки. Новые. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, вы очень важные вещи говорите, но... Вот как раз носитель патриотизма здесь прозвучало. Кто это? Спасибо большое. Это человек или это власть, которая использует патриотизм в своих каких-то определенных совершенно целях? Марат, а вот ты недавно, я видел информацию, подарил часть коллекции, из-за которой на тебя нападали, Третьяковской галереи. Что тут от патриотизма? Да, это правда, это было совсем... Это позавчера произошло. Третьяковка просила эту серию работ, 20 работ группы «Синие носы», «Кухонный супрематизм», и я им подарил, счастлив. Я доволен, и они довольны, и художники довольны, потому что Третьяковка-то переживет всех этих Путиных и прочих. Она была до и будет после. Я вот хочу комментарий сделать один по поводу... Меня заинтересовала эта информация, что до 18 лет патриотизм наиболее сильный. Я задался вопрос, почему, и я понял, что у тебя есть какое-то чувство. Оно хорошее чувство. Ты любишь страну, культуру. А потом начинаются испытания. И вот эти испытания иногда сводят это чувство на нет. Вот я могу сказать, значит, вот ситуация с Украиной, да, затронутая. Ну, это была ситуация, когда вот с одной стороны наши, да, там русские, они, украинцы. С другой стороны, правы, кто прав, кто не прав. И значительная часть моих сограждан, она как бы, закрыв глаза на то, что, ну, это была, как бы, такая экспансия, они сказали, ну, да, это было незаконно, но это наш. То есть они стали, они как бы патриоты. А я сказал, нет, я вот в данной ситуации все-таки буду на стороне правды, а не на стороне своих. Я выбрал как бы сторону, то есть я сказал, нет, я все-таки считаю, что наши здесь не правы. И вот такие испытания проходит человек. И, да, наверное, оказывается, что вот это светлое патриотическое чувство не выдерживает. Там, я живу, значит, в Европе, и я постоянно сравниваю, хочу я это или не хочу, я сравниваю. Вот, например, у нас они все говорят, что Европа загнивает, а Русь, значит, святая. Но я хочу сказать, что здесь гораздо более верующие люди, чем в России. И в смысле заповедей, в смысле понимания христианской веры. И опять как бы мой патриотизм, в общем-то, подвергается такому испытанию, да, что мне кажется, нет, я лучше хочу быть вот с ними. Вот, поэтому в целом я хочу сказать, вот сейчас я вдруг впервые себя почувствовал вот в эти три дня патриотизма. Я долгое время, отвечая на вопрос, ты патриот или нет, я говорю, нет, я космополит, и хочу, чтобы все были космополиты. А потом оказалось, что вот когда вот произошли такие драматичные события, и когда полицейщина начала брать власть просто в стране, я взял и приехал. Когда Третьяковка позвонили и попросили подарить эту серию работ, которая им очень нужна для постоянной экспозиции 20 века, я вот взял, ну, посовещался с Настей, с женой, взял и подарил. Вот, то есть вот, наверное, есть какие-то особые ситуации, которые меня заставляют вдруг вспомнить про свой патриотизм, но в целом я бы не хотел, чтобы меня называли патриотом, я хотел бы все-таки быть, ну, вы знаете, да, нет ни Эллина, ни Уидея, да, то есть мы живем в европейской цивилизации, и если сегодня быть патриотом России, это значит не пускать Россию в Европу, то я не патриот. Давайте еще послушаем звоночки. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Ну, вы знаете, я думаю, что о патриотизме нет никакого смысла говорить, потому что это чувство иррациональное, как любовь. О любви сказать лишь могут руки, как Есенин писал. Поэтому я лучше хотел бы сказать, вот, Марат, так сказать, здесь говорил, как хорошо критиковать, и капиталисты прибавляют зарплату своим рабочим, когда их критикуют. Наивные рассуждения совершенны. Капитализм, значит, под воздействием существования Советского Союза пошел на все социальные уступки. Как только не стало... Спасибо большое, эту лекцию мы прослушаем в следующий раз. Арнольд, скажите, пожалуйста, все-таки, как вы думаете, латыши, патриоты, патриотичная нация? Потому что, например, в Америке всем это известно, да, патриотизм, это возведено в систему идеологии практически страны. Значит, берем. Есть универсальная формула колокол, да, как делится общество. В любом обществе, в любой нации есть лучшие и худшие представители, да. И тут точно так же. Где-то 15% будут конкретные патриоты, которые будут бороться, то есть, как бы, с душой, с бородом. За то, чтобы в Латвии было лучше, чтобы она была сильная, красивая, успешная, богатая. Именно так. И 15% будут негодяи, которые продадут, дайте мне денег побольше, я продам все, и мать, и все отдам, дайте только денег побольше. 15% таких, 15% таких. Но посередине находится серая масса. Такой типичный человек. И в зависимости от того, как его будут воспитывать, какие примеры будут ему показывать, чем его будут кормить, он тяготеет в одну сторону или в другую сторону. Если, допустим, общество, я говорю общество, не государство, не политики, которые стараются давать вектор патриотизму свой, да. А вот в обществе могут быть лидеры, уважаемые люди, не в политике, которые своими примерами показывают. И серая масса начинает тяготеть в ту сторону. Если будут отрицательные примеры, допустим, политики воруют, идет развал страны. О каком патриотизме вы говорите? То есть у людей… Ну, как раз-таки тогда ты и должен просыпаться патриотизм у людей. Как это случилось, например, в Москве сейчас, да. Спали, спали, спали себе люди, но вдруг в какой-то момент усталость металла не выдержали и выжили нам. Можно я вам немножко иначе скажу? С точки зрения психологии. Человек опять-таки стадное животное. Если система худо-бедно, скажем так, поддерживает порядок, обеспечивает достаток, все остальное, все нормально. Но как только общество видит, что система разваливается, то же самое пенсионная реформа, да, то есть как бы повышение пенсионного возраста, да. Видит, что несправедливость. Людей самое страшное – социальная несправедливость. Не то, что плохо живем, а то, что не социальная… Социальная или вообще несправедливость? Вообще и несправедливость, да, как таковая. И вот это уже подталкивает. И я бы не назвал это патриотизмом. На уровне подсознания я бы его классифицировал, как общество понимает, что государство идет не в том направлении, и это уже будет угроза ему как индивидууму. Что тогда должен делать человек? Он должен, вот когда он будет считаться патриотом? Когда он как Марат в свое время или как я, мы с ним одновременно это сделали, сказали, да, конечно, Россия встает в колено, она взяла Крым, но мы считаем, что это нечестно, несправедливо, это аннексия. И мы считаем, что это патриотично. Нас обвиняли многие. Рассказывай, опять-таки, давайте разберем, с какой целью, да, то есть человек проявляет патриотизм. Если человек понимает, что я должен в этом говорить, я должен предлагать решение, да, это одно. Но если человек говорит, о, я против существующего правительства, против системы, да, и начинать теперь идти, крушить частные магазины, поджигать машины частных людей. Не, не, не. Это не патриотизм, правильно? Нет, конечно. Но он считает, поэтому надо понимать, в одном случае это может быть конструктивно, в другом – деструктивно. Если идет с конструктивной мыслью, с конструктивной задачей, да, и методической это… А ему говорят, а ты не лоялен, ты чего нас критикуешь? А мы тебя за это в тюрьму или за это дело? А тогда человек должен понимать, что за это надо отвечать. Вот нас, как нашим ребятам говорят на митингах, ты чего вышел на митинг? Ты чего критикуешь власть? Да мы тебя в кутузку, да мы тебя из муза отчислим. Ты какие там письма подписываешь? Есть диссиденты, которые будут митинговать. Это не диссиденты, в том-то и дело. Это не диссиденты. А вот здесь мы говорим о том, что если человек идет… Это как раз патриоты своей страны, своего города. И не боятся последствий, которые… И теперь уже не боятся. В 12-м еще пока были не научены, но быстро научились бояться. А сейчас такое ощущение, что все настолько невыносимо, то, что происходит сейчас с жизнью этих людей, молодежи, которые понимают, что у него просто украли на данный момент будущее, что они уже даже не боятся пойти в кутузку. Марат, ты хотел что-то сказать, я видела. Ну да, я просто еще подумал о том, что мы ведь еще немножко люди Советского Союза, и нам вообще сложно с этим патриотизмом. Вот у меня мама, она, значит, родит… Ну, я же родился тоже в Кишиневе, да, значит, Молдавия. Это сейчас… Тогда это была одна страна, вся большая. Потом я уехал в Москву, она жила в Молдавии, значит. Потом она сказала, я хочу переехать в Москву. Значит, она выбрала сына. То есть, условно говоря, между родиной Молдавии, да, условно говоря, и близким человеком мной она выбрала меня, близкого человека. Как бы предала родину, жила долго в России и стала, ну, можно сказать, русским патриотом. Вот. Потом случилась болезнь. И эту болезнь здесь для людей старше 80-ти отказались лечить. Вот. И взяла гражданство Израиля, переехала в Израиль, теперь она патриот Израиля. Вот. Я просто что хочу сказать? Я просто подумал об этом, что для советских людей это, конечно, такая травма. То есть, это сложно. Вот эти вот споры наши, наверное, они были бы странны там, на каком-нибудь английском телевидении или французском. Но вот для нас, для постсоветских, вот у нас это все, вот эта двойная лояльность, лояльность какой-то своей родине, где ты родился, где ты учился, и в той стране, куда ты попал. Иногда случайно. Вот. Это как бы какая-то наша драма. Поэтому, к сожалению, вот я думаю, что чаще всего вот в постсоветских странах патриотизм – это все-таки такой признак дурной болезни, чем высокое чувство. Интересный вывод. Давайте послушаем еще дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У вас крайне интересная беседа. И, единственное, я немножко так сначала скажу, что я очень уважаю Арнольда Пешпея Бабриста, всегда с удовольствием читаю его интервью, и, в принципе, на 90% всего точки зрения согласен. А по поводу патриотизма две вещи хочу сказать. Первое – это, ну, я никого сейчас не хочу отбить ни в коем случае, но мы сейчас в основном говорим «Латвия – Россия, Латвия – Россия», да? И это, согласитесь, не те страны, когда вот вы говорите о передовом мире, это не те страны, которые первым приходят в голову. Так вот, почему я так говорю, что патриотизм, он в той форме, ну, немножко диковатой, в которой мы сейчас его, вот вы его обсуждаете, он есть даже в разных странах. Я в течение многих лет ездил в Швейцарию, работал на Швейцарию. Вы поговорите с ними о том, что такое страна и как на ее нужно защищать. Я думаю, там в любом баре такой путь поднимется на эту тему. Ого-го! Вот. Ну, это что касается благозаставления страны, да? А вообще слово «патриотизм», вот мое пошуковое отношение к нему, что оно с тебя, говоря бухгалтерским языком, не жило. Оно амортизировалось целиком. Потому что, по большому счету, вот Марат правильно заметил, вот советское прошлое, поствоенные годы, там настолько стильный был вот этот вот виток идеологический, что у нас слово «патриотизм» в девяти из десяти случаев связано с какой-то контрреакцией, с применением силы. Где-то лежит в плоскости огня и дыма, и пороха. Так вот, это должно как-то уйти, потому что мир глобальный стал. И, по сути, человек каждый имеет сейчас право защищать свой дом, свою улицу, там, свою семью. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Сразу вдогонку еще один, а потом уже будем договаривать дальше. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый день, милые блондинки, шутривые. Марат, здравия желаю, Арнольд. Кстати, дама, к сведению, конкретный офицер реальной спецслужбы. Виктор, еще раз здравия желаю, Арнольд. Так вот, госпожа Лукьянова, очень интересно, вы упомянули о проблемах с молодежью. Сегодня в России. И сказали о каких-то там дичайших методичках, обучающих патриотизму. Отметь, вот то, что касается этих проблем, то вспомните господина Фурсенко. Вот это действительно полная дичь, что он натворил в системе образования. Так же, как и в браке. Простите, пожалуйста, мы все-таки не про систему образования. Извините, я отключила этот звонок, потому что явно мы уйдем в другую сторону. Марат, вот ты сказал, что это наша родовая травма, постсовка. Ты думаешь, вот твои маленькие дети, наши маленькие дети, они уже вообще не будут задумываться о том, что такое патриотизм или лояльность, а просто будут какими-то другими оперировать понятиями. Вот у меня, например, старшая дочка выросла в Центральной Европе. У нее совершенно другой склад ума. У нее вообще не существует границ в голове. Ну, я могу сказать, что уже происходит во всем мире, не только с нашими детьми. Это патриотизм, ну, любовь к стране исчезает и заменяется любовью к городу. Например, сейчас никто не говорит, я немец, все говорят, я берлинец, я мюнхенец. Про художников не говорят французский художник, говорят, он based in Paris. То есть, в принципе, человек живет в городе, у города, не у страны, а у города есть своя какая-то, ну, свое лицо и свой образ жизни, который ты выбираешь. Вот, и поэтому идет такая замена. Ну, и существует такая гипотеза, что в будущем вместо вот этих нескольких тысяч стран будет крупных 600 городов, которые, собственно говоря, будут... И одна наша маленькая Юрмала, где я дикий патриот. У тебя Юрмала, у меня другая деревня. А вот скажи, пожалуйста, скажите, вот все вы мне ответьте, вот нас спрашивают по WhatsApp, можно ли любить, ну, условно, две страны одновременно? Можно, 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 вот она я. Вот она я, я очень люблю страну, в которой я родилась. Ну, как сказать, я ее сейчас скорее не люблю, я за нее очень болею. Я буду делать и делаю все, что могу, чтобы в этой стране был порядок, законность, права человека, чтобы она развивалась. Настолько, насколько я могу, я это делаю каждый день, упорно, тщательно и еще и студентов воспитываю. Но я очень люблю Латвию, у меня тоже за нее болит душа. Я тоже вижу, что здесь много проблем. И поскольку я выбрала эту страну как место для своей жизни, я хочу, чтобы эта страна развивалась, чтобы она была богатая, успешная, счастливая, чтобы у ее жителей не было усталых лиц и чтобы 72 человека в день не уезжали. Марата, ты? Ну, у меня, я сразу же вспоминаю, а можно любить двух женщин. И что? Я просто что хочу сказать. Настя там рядом? Это, вот, любить двух женщин – это грех. И поэтому нельзя, ответ нельзя. Но любить две страны или даже три страны можно, если ты можешь одновременно жить. То есть сейчас, когда есть самолеты, когда есть интернет… Вот я живу в Черногории, но я несколько часов в день фактически живу в России, да, потому что я общаюсь с людьми в интернете, я читаю новости и так далее, и так далее. Вопрос ведь именно, ну, как бы, насколько широко твое сердце. Есть люди, которые не могут вообще ни одного человека любить, есть люди, которые любят многих или многие страны. Вот, но вот можно ли жить одновременно в двух странах и любить одновременно две страны? Ну, вроде получается, что да, что вчера еще нельзя было. Вчера ты должен был эмигрировать. Ты, если приехал из России, там, я не знаю, в Америку, в Латвию, в Черногорию, значит, ты уехал. А сегодня ты не уехал. Я продолжаю. Я как бы, вот, я существую в культурном пространстве России, я существую в культурном пространстве Черногории одновременно. Поэтому мне кажется, что ответ на твой вопрос – это дело техники. Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. А мне кажется, между желанием, чтобы Латвия была бы святущей и хорошей страной, для человека, который в Латвии, в общем-то, оказался случайно, нельзя говорить, что это патриотизм. Это желание, чтобы вам было бы хорошо. Это не значит, что мне при этом будет хорошо. Я вот у вашей руководителя, или там, я госпожа Лукьянова, я хочу спросить другой вопрос. А как вы считаете, ваш папа был патриотом в России или нет? А почему здесь мой папа? Всего доброго. Вообще не сюда. Пожалуйста. Да. Я понимаю, что все звонящие, у всех разные понимания. Я постараюсь еще раз напомнить, что такое патриотизм. Надо понимать сущность самого психологического процесса – любовь к родине. Это родина может ассоциироваться с территорией, это зависит от индивидуума. Это зависит от того, ассоциируется с обществом. И если мы говорим, можно любить две страны – можно. Почему? Повторяюсь. Я, допустим, если я себя ассоциирую с этой территорией, с этими людьми, я хочу, чтобы здесь было хорошо, поистину, вот воистину хороший патриот, то тогда это хороший патриотизм, и можно любить и две страны, и три страны, и общество, и конкретные нации, даже которые между собой конфликтуют. Я при том, что я латыш. Вот вы хорошо сказали, что есть хороший патриотизм, а есть нехороший патриотизм, который, например, ксенофобия, и шевелинский. Да, но опять-таки вот этот плохой, плохой, да, он какой? Это насаженный, да, и который паразитирует на отрицательных эмоциях человека. В человеке сидит злоба. И плохой политик ему даёт через СМИ вектор. Вот ты должен быть патриотом и ненавидеть вот эту нацию, эту нацию, вот это враги, и использоваться худшие качества людей. Следующая форма тоже использования патриотизма. Как все. Знаете, вот есть как все. Не выделяйся, шагай и поддерживай. Вот все кричат, что мы за это, да, вот это враги, да. И человек говорит, а что я буду выделяться? Я здесь живу, я так же, как они будут. Хотя мысленно он с этим не согласен. Но десятый раз, когда он соврал сам себе, он начинает в это верить. Поэтому патриотизм надо разделять. Хороший и плохой. И я абсолютно согласен, что это слово для многих деградировано. К сожалению. И вот что говорит наш опрос, который мы запустили на сайте радиоболтком. 70% считает, что патриотизм – это всё-таки критиковать. 30% считает, что патриотизм – это восхвалять. Что, считай, мы, вы уже услышали в эту пятницу на радиоболтком. Лена Лукьянова, Марат Гельман, Анна Баврис. Большое всем спасибо. Отличных выходных и ведите себя плохо.